Привет, я Даша. Здравствуйте, Элидия. Как вы уже догадались по названию, это совместно прочитанная за апрель 2016. Начнём мы с самой давно прочитанной книги. Это Борис Саконин «Вдовий плат», который является, так сказать, художественной иллюстрацией к его последнему тому «История государства российского», где он рассказывает, по-моему, начинают Иоанна Третьего, который величайшим назвали. И четвёртый, и чуть-чуть, когда конец. Не, ну там ещё Годунов-то чё? Нет, уже там часть последняя маленькая такая, а там уже Иван Грозный. И Годунов. Ну ещё помнишь, снимались тоже совместно прочитанные, я всю его семью жалела. Её-то. Ну, по крайней мере, он там не упоминался особо. В данном конкретном книге две повести, оба Иоанна, только один величайший, а другой Грозный. И продолжается традиционно фишка Акунина в подобного рода книгах – это наследие. То есть, если в первой повести мелькает определённый человек, то во второй мы узнаём его потомка. и даже не особо ближнего потомка через колено, через два и так далее. Вот. И, значит, первая повесть, соответственно, посвящена Иоанну Великому, вторая – Иоанну Грозному. Ну, значит, да, совсем вообще чуть-чуть. И я хочу похвалить идею вначале форзаца разместить портреты трёх дамочек, которые такие главные героини первой повести, потому что они меня очень хорошо ориентировали на то, как воспринимать героинь, потому что я постоянно забывала, кто из них, кто есть по сути. А портреты получились очень характерными, которые отражают всю суть характера прямо на лицо. Вот. И если вот первая повесть, она очень хорошо передаёт духу времени, я прямо чувствовала, что я нахожусь в той эпохе. Ну, немножечко я нашла нудноватой её. Вот. А вторую часть, которую Иоанн Грозный, Акунина смелел. Ой, я смелел. Ну, давай свою веское фе. Что мне фе? Конечно, я лично не считаю, что нудноватой, потому что, как всегда, я тоже побывала в Великом Новгороде, так сказать, прямо вот натурально, настолько он может передать. Хоть у меня лицо жёлтое. Вот. Передать вот и дух, и настроение, и быт, и всё на свете. Просто вот живёшь, пока читаешь, всё это ощущаешь на вкус, на запах, на цвет. Вот. И поэтому очень интересно. Почему? Потому что это уникальная республика новгородская, абсолютно уникальная. Бесподобная. Которая не свойственна вообще была. Неповторимая. Особенно, так сказать, равенство, ну, понятная вещь, это само собой. Ты же не будешь сейчас право пересказывать. Нет. Я просто хочу сказать, что здесь просто вот эти вот дамы, как ты их назвала, три дамы, которые вершители, будем так говорить, фактически вершители судьбы вот этой Новгородской республики, очень хорошо выписаны настолько вот эти противостояния, интриги, всё это настолько вот прям вот так душа трясётся даже. Так это выписаны они, и вот роль женщины особенно, и этих женщин, и вообще, она уникальная, и описана у Акунины просто замечательная. Что значит вторая повесть? Ну, она же чуточная совсем. То есть то, что хотели эти дамы, и о чём они как бы мечтали, о чём договаривались с величайшим, он-то, конечно, как бы и... Ей, хорэ, 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 попахивают спойлером. Да. Ну, зато Иван Четвертый... Мама, там же не об этом сейчас речь во второй повести. Что ты тут тут... Это... Ну, маленькая она совсем, просто точка поставлена, и всё. То, что началось, и всё давно. Там Иван Грозный прописан достаточно так... Ну, они много, конечно, говорят, и Балакур, и Баба Бол, и мальчика Бол, и, значит, и деспот, и параноик, и, в общем... Тиран. Да, что только о нём не говорят, нехорошего. Вот, но тут показал его Кунин совершенно новой стороны, такой же негативный, но с новой стороны, и он меня не смог удивить. Потому что я никак не ожидала, что Кунин лопата вот с такой позицией. Ну, очевидно, у него были основания для этого, не всё, что, так сказать, колоть глаза. Было что-то и... Вторая книга – это Сиселяхин «Игра в Марблс». Так ещё Сиселяхин не писала, совершенно для неё нетипично, необычно. И я вообще не знаю, как относиться к этой жизни. Ой, я просто читаю «Обретённую жизнь» на книжке и оговорилась. Я не знаю, как относиться к этой книге, честно, потому что... Она меня ввела в ступор. Даша просто сидела, читала вначале, и не могла ничего понять. Это ощущалось слоупоком, потому что... Чё? Хотела сказать «что?» Вот, и я вообще не понимала, что происходит. Ещё, знаете, если бы я до прочтения книги знала, что это за игра в Марблс, я бы ещё, может, это как-то вот... Ну, нам она не верно. Восприняла. Позвольте. У меня, например, в детстве была игра, когда такие шарики небольшие, вот такие, спита где-то, может, чуть больше, крутенькие такие, с разводенькими, красивенькие они были. Ими разбивались другие шарики, такие... Пумс, пумс, может, кто-нибудь понимает, о чём я? Типа бильярды, да? Нет, ну что-то... Я и сама не помнила, пока вот не прочитала эту книгу, мне просто всплыли воспоминания вот эти благодаря ей. В общем, это, скажем так, книга о том, что иногда увлечение человека заставляет его, наверное, раздвоиться, что иногда можешь быть близким, стоя поаккуратнее в отношении к хобби своего дорогого человека, потому что иначе это может послужить началом конца. Вот. Ну ты что скажешь? Ну, безусловно. У меня это тоже ступор начальный. Главную интригу не полю. Да не полю, не полю. Что это? Я просто... Я в законже ступоре была, потому что начало такое где-то, наверное, на треть. Да, я прям возвращалась обратно. Непонятно, о чём речь. Уточняла полгероид. Думаю, как так? Здесь вроде в мужском, здесь вроде в женском. Думаю, что за фишка, что за задумка такая. Очень своеобразное изложение, так сказать, всей этой истории. Но она вечная, как жизнь, так сказать, это отцы и дети. Но тут не только эти темы. Да. И окружающих, взаимоотношения окружающих. То есть, когда человек полагает, что он не встретит понимания в том же хобби, например, либо в чём-то другом, понятно, он раздваивается. И, конечно, ничего хорошего это не приносит ни этому самому человеку, ни окружающим. Поэтому... Я сама как бы из тех людей, которые, встречая непонимание, просто замыкаются в домике и никогда не гадают в свою сторону. Ну, допустим, я ненавижу, когда меня посылают в Google, Яндекс и прочие поисковики. Просто меня это адски бесит. То есть, он говорит, что к тебе бабушка подходит, просит её перевезти через дорогу, а ты говоришь, слышь, бабушка, внуки есть, сходи за ними, пусть они тебя перейдут. То же самое, по моему восприятию. И когда, значит, я, воспользовавшись Google, ничего не найдя, подхожу к человеку-специалисту в этой области, рассчитываю на его помощь, говорю, пожалуйста, помоги мне. А он мне в Google. Ну, я не делаю вид, что я обиделась, хотя и обиделась. Значит, просто делаю себе галочку. Вот к этому человеку подходить и разговаривать не надо за помощью. Ну, да. Поэтому мне лично вот... Поэтому я главного героя принимаю. У нас с ним общая черта. Ну, как и у многих, видимо, в той или иной мере. У этого... Не, ну ты не такая, ты моя Тереза. Нет, ну, у этого человека она просто гипертрофированная такая, которая... Тебе человек подойдет, пынет, ты скажешь, чувак, ты ножку не ушиб, мы можем тебя помазать там. Нет, вот просто трагедия его жизни, в оконцовке-то оказывается, что вот из-за этих вот этой скрытности, поскольку... Ну, она обусловлена. Обусловлена, безусловлено. Так, жизненные обстоятельства были, которые эту черту воспитали. Ну, призыв-то Сесилия Архера такой. Ребята, давайте не скрываться, давайте как-то находить какие-то компромиссы. Потому что жизнь – это вечный компромисс с кем бы там ни было, и с близкими людьми, тем более с окружающими. Поэтому как бы потихоньку-полегоньку, но раскрывайтесь, иначе чревато потом все это. Ну, стиль вообще рисует. И, кстати, предусхищая, далее я сейчас скажу, что еще одна книга Сесилия Архера, которая у меня сейчас в сочтении находится, называется «Клигленумо», это новинка просто бомба. Это вообще мне очень нравится. Суть ее уже как бы имела место быть в реальности некоторое время тому назад. Просто она предпочитана несколько в другом свете, но это безумно интересно. И вот, так что ждите моего отзыва на эту книгу. Ну и все, пожалуйста. Да, и «Проявленумо» мой канал с моими аниме-клипами. Заходите в гости, скажи, ты что-нибудь, ты их видела? Ой, чудесные, просто замечательные. Какой тебе больше всех нравится? Ой, а мне особенно первоапрельский сильно нравится. Я тоже от души хохотала. Ну, все они и драматические, и… Ну, мне сказали, что… Один человек сказал на этот клип, что, мол, это… Я ожидала это вступление, а дальше будет… Что-то еще? Что-то еще. Действо, действо. Вот в этом и фишка, что… Ну да. Действо, один хоп. Я ответила, что… Да, необычно вышло. Невольно и сам начинаешь хохотать, а это хорошо. Вот, ну да, до скорых книг, пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова